Информация о Meizu, OnePlus 5, юбилейный iPhone, а также новые безрамочные смартфоны. Всем привет, и сегодня у нас на календаре 29 мая. Свежее изображение Meizu Pro 7. На фотографиях видно сдвоенная камера. Выглядит это так же, как в iPhone 7 Plus. На лицевой стороне отсутствует сканер отпечатков пальцев, а значит он должен быть встроен в дисплей. Хотя сомневаюсь, что компании Meizu доступна данная технология. Сам дисплей выглядит, как в новом Samsung Galaxy S8. Имеет точно такие же тонкие рамки и закругление по углам. Анонс смартфона по слухам запланирован на конец лета. Приблизительно сентябрь. Если данное фото и настоящее, то вероятно его слили сами Meizu, чтобы проверить отклик пользователей. А дизайн смартфона до выхода еще может измениться до неузнаваемости. Новая фотография OnePlus 5. На фотографиях изображен смартфон в чехле. И видно, что лицевая часть смартфона не изменилась. А на тыльной стороне появились две камеры. На сегодняшний день полагается, что смартфон будет стоить намного дороже предшественника. 650 долларов. Напомню, предшественник OnePlus 3T стоит 440 долларов. Официально этого никто еще не подтверждал. Свежая информация о юбилейном айфоне. На сегодняшний день стало известно следующее. Производитель полупроводников для Apple слил информацию, что в юбилейном айфоне сканер опечатков пальцев будет интегрирован в дисплей. Чему можно поверить? Так как в новом Samsung покупатели сканер опечатков пальцев на тыльной стороне встретили очень негативно. И полагаю, что Apple не будет рисковать с таким расположением сканера. Так как уже 4 года сканеры располагаются на лицевой панели. И пользователи уже успели к этому привыкнуть. И стало известно, когда поступят в продажу бюджетные китайские безрамочные смартфоны. Полагаю, самым интересным вариантом будет BlueBoo S1 на процессоре MediaTek Helio P25. По предварительной информации, его начальная цена будет от 150 долларов. Следующий аппарат это Yumi Digi Crystal Pro. Также имеет двойную камеру, а его стоимость 100 долларов. Ну и последний, Doogee Mix. Его выделяют среди данной тройки самая мощная двойная камера. Ну и все данные новинки появятся в продаже в первой половине июня. Уже скоро. Ну и как появятся, я расскажу о них подробно. Ну а на этом всё. Спасибо за просмотр. Ну и если нужна помощь в выборе техники, либо смартфона, пишите в группу ВКонтакте, либо по данным видео. Удачи и пока.